Сегодня у нас вторник, 8 февраля, и постепенно на остров Уайт приходит весна. Вот только вот в таких специализированных магазинах малюсеньких я могу что-то здесь показать, найти, купить, что-то из круп наших. Вот сейчас вам покажу цены, друзья. Вот посмотрите. 500 грамм гречки, 4 фунта, 4,07, то есть 400 рублей. 800 рублей килограмм, хотите? Вот этот вот булгар, 2,38. Булгур, каша. Так, вот это что? Это, по-моему, ячневая. Руб 48, 500 грамм. Так, смотрите дальше, что здесь я вижу. Кус-кус мне не надо. Вот оно, пшено наше, дорогое и любимое. Ну вот, 500 грамм, 2,97. 300 рублей 500 грамм. Представляете, да? Так, и дальше это всё мелкая вот эта вот мелкая ерунда. Я даже не знаю, надо смотреть перевод. Так, значит, я просто показываю вам, как это всё выглядит в Англии. Ну вот, флауэр, это мука. И здесь, на этой стороне, посмотрите тоже. Вот она, вот она. Это, я так понимаю, будет манка, 500 грамм, фунт 36. И тут даже по-русски написано. Видите? Кукурузная белая мука, скорее всего, даже и не манка. И вот ещё, это тоже кукурузная мука мелкого помола, фунт 13 за 500 грамм. Вот это всё можно здесь найти, купить, выбрать. Только в таких магазинах. Вот это, конечно, тоже супер-пупер. Вот, посмотрите, это просто обычная у них каша геркулесовая. Она просто мелкого помола и 85 стоит. Да с ума сойти, я же её сама помелю. Видите, вот. Оц, порич оц. Это самая каша геркулесовая. В общем, я наскучалась за пшённой кашей. И я, наверное, её куплю. Всё-таки не утерплю. Ну и вот, посмотрите, что здесь ещё продаётся. Здесь на развес. Вот эти попкорн и всякие орехи. Вот здесь орехи. Фунт 30 за 100 грамм. Семечки фунт 99 за 300 грамм. А здесь вот финики, видите, разного сорта. Изюм. Здесь сушёная курага. Что тут ещё? Чернослив. А вот здесь вот у них классные. Эти самые всякие специи. Я покупаю её, я покупаю часто. Но сейчас уже даже забыла. В общем... Я бы хотел взять эту. Вы знаете, когда-то, давным-давно, лет 5 назад или 6, мы с мужем смотрели какую-то неплохую однокомнатную квартиру в центре. И вот это, когда я пыталась его подвигнуть на какие-то бизнес какой-то, помните, говорила вам, да? И вот я помню, что продавался, продавался вот этот магазин и наверху квартира. Вот она здесь, посмотрите. И вот интересно то, что я сейчас смотрю, у меня впечатление такое, что магазин-то Ямитуми, он и сейчас работает. А вот наверху квартира, что-то как-то она выглядит уж очень непрезентабельно. Как-то она выглядит заброшено, согласитесь со мной, да? И вот вы знаете, эта квартира с вот этим маленьким магазинчиком, потому что здесь, как вы заметили, половина и половина, да? Два разных магазина и две разных квартиры наверху. То есть это вот, если покупаешь, сразу можешь наверху жить. Вот такой маленький бизнес. Мне тогда очень захотелось. Потом я, знаете, думала, что я какие-то через eBay, может быть, познакомлюсь с какими-то китайскими компаниями и дальше больше. Может быть, что я даже продолжу этот бизнес сама и какие-то там буду свои поделки продавать. В общем, у меня была идея громадьё. И тогда вот эта вот маленькая квартирка наверху, она, знаете, неплохая. Сейчас я вам сбоку ещё покажу, как выглядит. Вот видите, там вход сзади, вот балкончик небольшой. И такой неплохой такой флет, как они тут называют эти квартирки. И стоило это всё вместе с этим магазином внизу и с квартирой. Всё это вместе стоило 80 тысяч фунтов. Ну вот не знаю, что сейчас. Видно, что здесь уже ничего не продается, но похоже, что на выход там просто подсобное, кто-то там не живёт. А вообще я сегодня продолжаю гулять по центру города. Город Шанклин. И вот сейчас впереди покажу вам, обратите внимание, у магазина Паундленд сидит мужчина. Он здесь уже давным-давно сидит. Такое впечатление, что он бездомный. Вы знаете, я впервые вижу на нашем острове, прямо в центре, чтобы вот так вот сидели. Я помню, Франция меня этим поражала. И там было таких людей просто уйма. Они там и с собаками, и с кроликами, и с матрасами, и с колясками сидели. Вы заметили, да, вот я только что его прошла. Я не могу показывать. Мне как-то неловко с камерой соваться к нему в лицо, брать интервью, показывать. Я что-то как-то не готова к этому. Но вот удивило меня впервые. Я вижу бездомного сидит прямо на полу, на асфальте. И вот никто его здесь, конечно, не трогает. Но и он сидит, у него нет там никакой емкости для того, чтобы ему бросали монеты. Как, наверное, он не просит здесь подаяния. В общем, непонятно совершенно. Приехала я в центр райда. Я думаю, что вы уже, наверное, распознаете наши города, в которых я гуляю с вами. И вот, посмотрите, какая красота. Февраль месяц. Мужчина идет голыми ногами, в шортах, раздетый совершенно по-разному. И можно тут же встретить такого же молодого человека, который будет одет даже в шапку теплую. Я сейчас покажу вам. У нас открылся новый магазин. Вот так выглядит его витринка. Посмотрите. Настолько яркая, конечно, она. Я надеюсь, вам не отсвечивает. Очень классная. Я, знаете, что хочу сегодня? Показать вам. У нас продолжаются скидки грандиозные. После Рождества, обычно январь и февраль месяц, распродают всю оставшуюся за год. Вот такую вот ерунду, которая задержалась, каким-то образом не продана. И ее продолжают распродавать. И будут распродавать еще до конца февраля. Ну вот и давайте мы с вами зайдем в магазин Большущий МНТКО, магазин женской и мужской одежды специализированный. И посмотрим. Здесь скидки, видите, написано до 70%. Но вы знаете, может быть даже и это правда, что вот они такие скидки дают огромные до 70%. Потому что у нас-то я знаю, что еще и дурят. Просто поднимают цену, пишут, что вот он когда-то стоил этот товар столько-то. А на самом деле вот сейчас мы вам скидку даем. А в общем-то они просто завышают цену. Кто там помнит, сколько он стоил раньше. Но здесь, по-моему, такого нет все-таки. Но вот я сейчас вам показываю некоторые. Совсем недорогие вот они стоят. Вот видите, здесь по 5 фунтов. Есть даже можно найти по 3 фунта. Топики женские. Вот опять смотрите. 8 он стоит, а стоил 26. Казалось бы, такая сильная скидка. Вот этот тоже 11, а стоил там 20 с чем-то. 50%. Я не знаю даже, что тут вам, друзья, и говорить, и комментировать. Вот опять 30 стоил. Сейчас он стоит 9. Представляете, в 3 раза скидка на самом деле. Но это же, вот мне кажется, что я его и за 9 не куплю. Или вот этот свитер, допустим, вот стоил 28, теперь 12. Видите, я цены вам показываю. Но даже за 12 мне этого не нужно. И все это китайский хлам. Кто-то мне вот, из моих зрителей, которые постоянно смотрят мой канал, когда я показывала обувь в магазине Шузон специализированном, мне сказали, ну, такой дрянной магазин показывайте. Есть другие магазины. Вот показываю. В принципе, МНКО это бренд такой неплохой. Ну и что здесь? Та же самая ерундовая, на мой взгляд, обувь. Ну, это такая самая обычная, повседневная, знаете, бегать где-то. Грязь месить, как говорится, да? Вот еще посмотрите. Я специально сейчас вот после нашего такого первого неудавшегося визита в магазин Шузон. Кто не видел, посмотрите видео вверху. Я специально сейчас заостряю внимание на обуви, которая продается в других магазинах. Это точно такая же ерунда. Ну и вот я тут смотрела себе тоже, хотела какой-то купить пальтишко. Вот это пальтишко стоит 80 фунтов. Вообще, вы знаете, интересная история, что я обычно, живя в райде, мчусь куда-то в другие города. Еду далеко, ищу, смотрю, хожу по магазинам. А вот здесь, в самом низу, вот видите, здесь я стою на пригорке. Это спуск, самый-самый угол к морю. И как-то здесь я обычно никогда не гуляю. И вот этот вот магазин, вот видите, черная вывеска, Джек называется, Джекс. Это антик. Это, значит, антиквариат магазин. И он открыт всего лишь, по-моему, 3 дня в неделю. Он будет открыт четверг, пятницу и субботу. Надо будет нам с вами туда сходить, друзья. А вообще, знаете, сейчас преобладает, знаете, вот такие вот преобладают малюсенькие магазинчики. И преобладают чароти. Чароти-шоп. Ну и еще, знаете, что это как вот у нас раньше были комиссионки. Вот эти все магазины, они как-то здесь сейчас еще выживают. А остальные магазины небольшие. Вот Пикок у нас был магазин. Вы знаете, закрылся он. И вообще многие магазины закрываются. Какие-то кафешки закрываются. Вот еще у нас два красавца-мужчины. Посмотрите. Раздетые совсем. В коротком рукавом футболке. Видели, да? Ну и вот такие вот тоже красавчики, которые с утра до вечера здесь сидят на улице, болтают, пиво пьют. Потом вечером переходят туда внутрь паба этого. И там в дарт играют, телевизор смотрят. Обычно даже в футбол смотрят они на большом экране. Любят смотреть толпой. Все вместе собираются. Бывает, что большой экран летом выставляется на улицу над каким-то большим кафе или над отелем. И там просто такие крики раздаются. Все болеют очень активно. Все кричат, переживают. Все смотрят этот футбол. Я рассказываю вам, друзья, опять понемногу, по чуть-чуть о английской жизни. Именно то, я надеюсь, что вам здесь интересно. Вот это наша басс-стейшн большая в Райде. Вот видите, отсюда отходят все автобусы и курсируют по всему острову. Но здесь все-таки в Райде не очень большая эта автобусная станция. Она, конечно, самая большая в центре, в Ньюпорте. Потому что Ньюпорт считается столицей острова Вань. Ну вот и видите, сразу два прямо на моих глазах ушли по маршруту. Вот там, вы видите, за последним автобусом номер 8, там видны Хаэркрафт. Это суда на воздушной подушке. Вот тут и поезд нам. Видите, какая здесь связь, коммуникации, какие хотите. Вот прошел поезд и опять у нас видны эти суда на воздушной подушке. Видео вам, те, кто желает посмотреть поближе. А по поводу поезда, это еще одна очень интересная история. Вы знаете, потому что здесь малюсенькие поезда, которые ходят по игрушечным рельсам практически. Railway называется дорога железная в Англии. И они вот такие коротенькие. Используются, знаете, старые вагоны лондонского метро. Те, которые уже отслужили практически свою службу, каким-то образом уже устарели. И вот их присылают сюда. Они еще прекрасно работать могут и работают. Ну, может быть, просто, знаете, уже дизайн не соответствует. Там поменяли свой парк метро, поменяли на новые вагоны, на новые поезда. А нам сюда, в провинцию, на острове Уайт, прислали эти старые вагоны. Никто, в общем-то, не против, вы знаете. Хотя, вот когда у меня в гостях был мой зять Андрюша, он был этому очень удивлен, что здесь вот так вот курсируют по поверхности вагоны метро, поезда метро. Для него это было странно. А здесь вполне это все нормально для всех. Вот я показываю, подошла. Сорчери, видите, это регистратура так выглядит в поликлинике в городе Райт. Это та поликлиника, в которой и я тоже приписана. И здесь же рядом, видите, пармаси, это аптечка. Если вам выписали лекарства, можете сразу их здесь и приобрести. Эти красивейшие пальмы огромные. Их здесь, конечно, много, но не так много, как хотелось бы. А еще хочу вам показать вот эти вот бедные, несчастные, обрезанные все деревья. Посмотрите. Иногда попадается вот целая улица здесь. Все эти деревья вот так вот подрезаются. И вы знаете, у меня такое впечатление, мне как-то больно смотреть. Не знаю, как вам. Кто придумал это? Почему такое творят с бедными деревьями? Боже, тороплюсь через дорогу. Автомобили тут прям у нас движения, как в Москве. Вот почему они такие оставляют? Кто придумал так калечить эти деревья? Зачем их так обрезают? И при том, самое интересное, что здесь тоже бывает и жарко. И видите, здесь зелени-то практически и нет совсем. И эти деревья старые, они бы здесь раскинули свою крону, было бы красиво. Ну вот, на мой взгляд, это так. Но вот еще что удивляет. Ну ладно, их обрезали один раз. Но ведь понимаете, что они их обрезают каждую осень, каждый год. Вот только эти деревья начинают выбрасывать такие молодые веточки, побеги. Знаете, немножко зазеленеют. И осенью их опять пилами все обкромсали. Не знаю, как вы, может быть, кому-то нравится такое. А я считаю, что это какое-то безобразие. Мне эти деревья кажутся, знаете, калеками. Вот как бывают люди с культами. Я извиняюсь за подробности. Вот и эти тоже несчастные деревья напоминают мне вытянутые вверх культи обрубки. Кошмар. Я уже рассказывала вам об утках-многомужницах. Вот посмотрите. У нас мужчины-многоженцы, а здесь утки-многомужницы. Видите, вот стоит пара. Не пара, а тройка. Вот они. Вот один спрыгнул и еще. Вот. Вот они, троечка такая. Уточка серая и два селезня. Здесь не хватает девочек. Сплошные мальчики здесь. Ну вот и мои красавчики приплыли сюда ко мне срочно. Кушать все хотят. Дерутся. Ты что пришел, красавчик? Чего? Зачем дерешься? Почему меня хватаешь за руки? Вот еще посмотрите. Одна утка. И раз, два, три, четыре, пять. Пять селезней. Вот они. Видите? Вот такие у них здесь грустные истории. Грустные для селезней. И, наверное, неплохо для уток. Выбирает. Но она, тут, наверное, знаете, даже пару создать не может. Потому что, насколько я смотрю, если утка, то возле нее вот эта вся толпа и бегает. А вот здесь, посмотрите, какие смешные. Вот беленькая уточка. Маленькая-маленькая. Какая интересная. Они что-то все тут позаснули уже. И вот пара. Но это хоть пара, слава богу. Наблюдать, конечно, за ними очень интересно. Ну, а ты чего кричишь? Чего ты кричишь? Чего ты кричишь? А теперь шипеть на меня зачем? Я уже, знаете, даже и не чаю увидеть что-нибудь другое здесь. Только все вот так. Ну, хоть, знаете, порадуемся за уточек. У них есть выбор. В отличие от нас многих. Вот, видите, сколько у нее здесь. Четыре мужчины. Четыре мужчины. Вот они, красавчики. Ну, и вот последнюю, пожалуй, я вам компанию покажу. Одна утка и пять селезней опять, видите? Показываю поближе, чтобы вы заметили это все. А, гуси, а лебеди так за мной и плывут, красавчики. Опять будет хватать меня за руку. Нету ничего у меня, красивый мой. А это его женушка. Вот он такой красивый, видите? То, что у него красная голова, это значит, что он такой уже в возрасте. В самом расцвете лет. А гуси, гуси все равно парами. У них такого нет, как у уток. У них все пары. Да. Вот такие у нас новости на пруду, друзья. Я надеюсь, что я вас повеселила и порадовала таким маленьким сюжетом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова